Ну что, мы с вами договорились, что вы продумаете какие-то вопросы по тому, что мы обсуждали и по тому, что будем обсуждать. Появилось что-нибудь животрепещущее? Так, ну судя по молчанию черных квадратов. Как всегда, есть возможность пользоваться чатом, я напоминаю, для застенчивых слушателей. Также видеосвязью, в общем, как-то я с вами общаюсь с какими-то анонимами, ну не могу сказать, что с ноунеймами, да, имена тут обозначены. Ну, как бы интересно, для кого я считаю лекцию вообще, с кем-то контактирую. Вот, ну, из прошлого мы обсуждали положение и вообще некий портрет социальный, да. Спасибо, да. Значит, советского еврейства накануне войны говорили о том, сколько евреев, в принципе, служило в Красной Армии. Там говорили о Холокосте, о его особенностях на территории Советского Союза. Ну, и сегодня, собственно говоря, будем обсуждать то, какую роль, собственно, евреи в Красной Армии играли. То есть, в каких родах войск они служили, да, и, собственно говоря, какой вклад внесли в общую победу и в армии. Ну, и поговорим и в тылу, в особенности военной и не военной, но важной промышленности. Такие евреи входили, скажем так, в военный кабинет Сталина, а их там было немало, где-то полдюжины, я бы сказал, танк. Ну, вот, собственно говоря, эти вещи мы будем обсуждать, так же, как отдельных, как мне представляется, наиболее отличившихся, наиболее важных еврейских деятелей, военных деятелей еврейского происхождения. Ну, поговорим и о рядовых, о рядовых офицерах, о женщинах Красной Армии непременно. Так что вот такая наша программа на две оставшиеся лекции. Ну, я бы хотел начать вот с чего. Я уже говорил о том, что историография еврейская, скажем так, она в основном сводилась к тому перечислению героев и подвигов. И в этом плане ничем не отличалась от советской. Так, и мы видим, я вам показывал книги, энциклопедию еврейского героизма, и в таких книгах много. В Киеве там выходили очерки еврейского героизма, трех тамах, ну и так далее, и тому подобное. Ну, несомненно, когда мы говорим о войне, тем более о такой войне, то нужно говорить о евреях, о героях и подвигах, да, и героях-евреях, и героях-неевреях. Да, и я бы сегодня хотел подойти к этому, ну, с некоторой такой научной точки зрения, а не условно такой геройко-пропагандистской, да. И мы сегодня поговорим об источниках по истории встроенной мировой войны некоторых, причем источниках общедоступных, в том числе позволяющих много чего выяснить, ну, о тех же героях и подвигах, да, и в том числе о том, что и как делали евреи в Красной Армии. Сейчас вот я запущу демонстрацию экрана и кое-что вам постараюсь показать. Так, вот она. Так, у нас тут должна быть что? Слайд-шоу, да? Так, всем видно, да? Видна презентация? Коллеги? Я не слышу никакой реакции вообще. Да-да-да, все слышно. Вы просто включили презентацию, у нас вернулись экраны. Все слышно, все видно, все хорошо. Ну да, ну вы как-то реагируете. Да, ну хорошо, Вика, у нас с вами такой диалог образовался. Да, значит, и при молчаливом большинстве слушателей, ну хорошо. Значит, ну это вообще, в принципе, моя презентация для моих аспирантов, ну не только для моих, для аспирантов в школе экономики, но здесь есть очень важные моменты, которые я вам хочу показать. Вообще, надо сказать, что тема войны занимает даже несколько несоразмерное, я бы сказал, место в нашей современной жизни, российской, во всяком случае. Я не знаю, как в других республиках бывшего СССР. Так, и история войны, история победы даже стала у нас не просто историей, каким-то таким исповеданием веры. Да, 9 мая там народ обряжается в эти георгиевские ленточки. Участники войны бы с большим удивлением удивились бы, если бы увидели эту картину, да, причем тут георгиевские ленточки. Вот, и так далее, да. И я, как, собственно, директор Центра истории формирования войны в нашем, таки, приличном университете высшей школы экономики, с одной стороны, этому рад, потому что тема очень востребована и так далее. С другой стороны, тут, конечно, есть некоторый перекус. Но что мы извлекли из вот этого культа, скажем так, победы, который вообще формировался еще в Советском Союзе, и мы можем даже назвать начальную дату этого, это 65-й год, 20-летие победы. Именно в 65-м году был возвращен День Победы 9 мая как выходной день. В 47-м году он как выходной был отменен. Ну, праздник-то оставался, но он не был выходной. Так, и чем это объясняется вообще-то? Объяснялось это с одной стороны тем, что, ну, все-таки, вот у каждой нации вообще есть нации, я имею в виду в государственном смысле. Это в Советском Союзе были, значит, паспорта с этой самой пятой графой, где я записывал, национальности. Вообще везде есть, когда подсказали нации, имеют в виду народ, живущий в этом государстве, независимо от этнического происхождения. Так вот, у каждой нации есть такой миф оснований. Не в том смысле, что это событие является мифологическим, что его не было, а в том плане, что вот оно обрастает разными такими коннотациями, разными такими аспектами, которые делают его основополагающим для данного народа. Например, во Франции это, конечно, Великая Французская революция с ее идеями свободы, равенства, братства. В Штатах это, конечно, война за независимость, американская революция, Конституция, ну и так далее, которая у них, кстати, не меняется уже довольно значительное количество лет. Есть там некоторое количество поправок, но несколько другого рода. Так, значит, что было таким мифом основания в Российской империи? Ну, это было смутное время и возникновение династии Романов. Вот, пышно, 300-летие отмечалось в 1913 году, за четыре года до и просто исчезновения этой династии. Что было мифом основания в СССР? Октябрьская революция. Великая Октябрьская социалистическая революция. И вот, с одной стороны, со временем этого исторического события прошло уже немало десятилетий. Ну, я уже был вполне всеосознательным, когда в Туле все отмечали 50-летие Октябрьской революции, 60-летие, но это отмечали обязательно. И которая обещала всем, конечно, счастье и процветать. Ну, вот прошло полвека, конечно, счастье навалом, но колбасы в магазинах нет за пределами столиц союзных республик, Москвы, Ленинграда, там некоторых областных центров, например. Или там какие-то элементарные нужды в жилье, в одежде и так далее, они удовлетворяются с огромным трудом или не удовлетворяются вовсе. И на этом фоне как-то славить постоянно революцию и ее великие завоевания становилось осложнение, я бы так скажу. С другой стороны, поколение, пришедшее к власти, вот как раз в 60-е годы, 64-й год, напомню, переворот, отстранение от власти Хрущева и приход к власти прежнего и Днепропетровской мафии, так называемой, широко понимаемой. Друзья, звук пропал только у меня или у всех? Видео повисло. Так, что-то дайте знать, видно меня, слышно? Да, у всех пропал. Так, вот теперь снова слышно и видно, да. Да-да, я вижу, что я зашевелился, я смотрю по своему изображению на экране. Так, вот эти люди, в отличие от вождей предыдущего поколения, они никакого отношения к революции не имели, но зато они имели отношения к войне, они действительно были ее участниками. Накрутили очень много вокруг роли Брежнева, сильно преувеличивая ее, конечно, и он там в полное уже безумие было. Маршала ему там звание присвоили задним числом, потом на четвертый нам победы наградили, что вообще уже было просто в ту сторону добра и зла и так далее. Пять золотых звезд у него было там разного, героя Советского Союза и труда и так далее. Но это не сытвадно. Важно то, что надо было какое-то на уровне, это не знаю, было сознательное решение, или так получилось, что называется, на уровне инстинктов. Но миф революции заменил миф войны. Опять же, не в том смысле, что войны там не было, не было там Великая Победа и прочее, а в том смысле, что этому событию придается вот такое глобальное значение, еще более глобальное, чем оно было на самом деле, и экологизируется. И в 65-м году, вот впервые после войны, проводился парад, все было крайне торжественно и так далее. Но, конечно, это было очень позитивно для тех ветеранов войны. Через 20 лет после войны было довольно много, просто много. Сейчас уже осталось всем. Немножко, увы, и так и далее это шло. Каждые пять лет что-то такое проводилось организовать. Вот, таким образом. И в современной России, вот в поисках этого мифа основания, в 90-е годы как-то это немножко все, не то, что сошло на нет, но это не стало столь торжественным, отменили военные парады какое-то время, и потом масса публикаций пошла, открылись архивы, военные в последнюю очередь открываются, но, тем не менее, открылось много архивов, и стало понятно, что на протяжении десятилетий советской истории в общем такой ковался миф о войне. Миф, ну, вот я приведу такие примеры. Один из самых популярных книжных серий в СССР была серия военных мемуаров, где, конечно, публиковались мемуары генералов генералов и маршалов прежде всего, причем написанные не ими, а непонятно кем. Иногда понятно там писались, литературная запись такого, потому что эти генералы и маршалы, конечно, были не по части письменной речи, да, вот, кто-то, редко-речайшее исключение, когда человек хотя бы в основе что-то сам писал, вроде маршала Еременко, он в войну вел дневник время от времени, что удивительно было единственной из будущих маршалов, да. Вот, кто там писал мемуары Жукова, тоже это большой вопрос, они же столько раз менялись, редактура и так далее, вот, что не совсем понятно, но и, может быть, и другие примеры. Когда Константин Симонов, знаменитый советский писатель, и в то время, между прочим, член ревизионной комиссии ЦК КПСС и секретарь Союза писателей СССР, такой литературный генерал, предложил создать такое хранилище солдатских мемуаров в Центральном архиве Министерства обороны, ну, таких мемуаров подкуда не взялись. Ну, редакции были завалены разного рода воспоминаниями участников войны, с литературными представлениями или беспомощными совершенно, как правило, и невозможно было даже там после редактуры публиковать. Но они содержали какую-то информацию, личную. И Симонов предложил, давайте мы это все соберем, будет такой специальный архив вот этой памяти о войне при Центральном архиве Министерства обороны, ну, историкам это пригодится, несомненно. ЦК КПСС отправлено в заключение в Главное политическое управление Советской Армией и в Генеральный штаб. И товарищи Епиши и Агарков, тогдашний начальник Главпура и начальник Генерального штаба, написали, что не надо этого делать, потому что это называется разнобой, разнобой вот в мнениях, в возглядах на историю войны. Итак, у нас тут, понимаешь, вредные книжки выходят, ну, какие, казалось бы, вредные книжки могли выходить в СССР при цензуре и прочем. Ну, например, мемуары того же Маршала Юрьевна. Продолжение следует... Так, Олег Витальевич, по-моему, пропал из эфира. У нас какие-то технические проблемы. Его выкинуло. Ждем. Должен к нам присоединиться. Видимо, какие-то проблемы с интернетом. Главное, чтобы он понял, что мы его не слышим больше, он не с нами в сети. Да-да. А я думала только у меня. Да, я тоже, поэтому сначала написала в чат на всякий случай. Нет, мы все здесь, а вот один Олег Витальевич куда-то делся. Ой, бывает. Да, конечно. Техника, да, ничего. Но вообще спасибо за организацию. Это не за что. Это же радость. Это здорово. Нет, нет, вы знаете, я вот как раз тоже исследую какие-то эти вещи, и вроде много знаешь, а слушаешь, когда коллегу, очень интересно. Вот Олег Витальевич пытается до нас дойти с ним. Так что мы его ждем. Олег Витальевич, мы вас потеряли. Какие-то эти... Я вас тоже потерял. Какие-то враги вообще не спят. Посмотрите. У меня все нормально с интернетом. У меня все показывает, что ничего не прерывалось. Это что-то такое. Я не знаю. Тени, тени главного политического управления тут как-то восстали. Из небытия. Так, сейчас я... Можно попробовать пока, если вам не нужна презентация, пока ее не включать, может быть, она... Да нет, она тут не оказывает никакого влияния. Я сейчас ее... Сейчас она мне уже будет нужна. А, хорошо. Не думаю, что она там так-то... Так, сейчас нормально, да? Слышим? Видим, только не презентацию, а вас. Заново делаем демонстрацию экрана. Нажимаем опять, да? Так, а сейчас? Видно. Видно. Так, хорошо. Да, ну, будем надеяться на лучшее. Так, значит, так вот, возвращаясь к современности. Возвращаясь к современности, значит, что... Что дал нам вот этот культ победы, возродившейся в современной России еще с большей силой, чем в Советском Союзе? То, что стали открываться военные архивы. Более того, военные эти самые архивы стали создавать, и в Министерство обороны, стали создавать сайты, вообще доступные банки, значит, таких документов. И начали с чего? С двух важных таких моментов. Один – это база-мемориал, не путайте с обществом мемориалом, это правозащитное, разная история. Мемориал – это сведения обо всех погибших. И там размещены сканы документов, донесений о погибших военнослужащих. С указанием, где погиб, при каких обстоятельствах, место захоронения и так далее. Ну, о том, о ком это известно. И там просто поиском можно много найти. И другой сайт, он называется «Подвиг народа». Вот вы его видите сейчас на экране. «Подвиг народа», где, собственно, размещены наградные документы. Приказы о награждении, так и наградные листы. То есть, чтобы представить себе масштабы, здесь размещены сведения. Вот 12,5 миллионов награждений. 12,5 миллионов. Наград выдали в Советские вооруженные силы больше, чем, по-моему, во всех остальных армиях мира вместе взяли. Ну, и вполне понятно, почему. Огромная война с гигантским количеством участников и так далее. И то, не всем наградили. Всего в армии служило за время войны 3-4,5 миллиона человек. Я говорю, награждение. Это не означает, чтобы у людей было награждено. Это ведь некоторые получили не одну награду. И здесь, правда, содержится сведение о награжденных как бы персональными орденами. Ну, орденами, понятно, не всегда персональными. И персональными медалями. То есть, за отвагу, за боевые заслуги. Медали, там, скажем, за поверью над Германией, и там, в таком духе, они просто выдавали всем участникам сражения. И тут специальных представлений, как правило, не требовалось. И что здесь есть? Вот вы, не выходя из дому, можете зайти в эту базу данных. Вот видите, здесь поисковик, люди и награждения, наградные документы и так далее. Вот вы идете, значит, вот здесь, вот те самые люди и награждения, вы вводите, ну, чаще всего, если вам точно известно, фамилия, имя, отчество, может дополнительно ввести характеристики, год рождения и так далее. Но если, ну, у людей, у многих есть те же самые, да, фамилия, имя, отчество, поэтому важно там какие-то дополнительные характеристики иногда ввести. Вот, и вы получаете скан соответствующего документа. Вы можете его видеть. Вот в данном случае мы смотрим подполковника Винокура, да, Леонида Абовича. Это тот человек, который пленил фельдмаршала Павлюса в Сталинграде. Ну, я вас отсылаю к своему очерку о Винокуре, который называется «Кто взял Павлюса?», он опубликован в журнале «Огонек», так, и он доступен онлайн. Ну, а также вот у меня буквально через, ну, до конца апреля должна выйти книжка, которую я хочу порекомендовать и отчасти прорекламировать, называется «Люди на войне». Вот в этой книге будет посвященный. Название соответствует содержанию, но там кроме того, что о людях остается о некоторых событиях важных, да, и там тоже здесь этот очерк и ряд там других, где героями являются евреи по национальности. Вот мы ищем, допустим, Винокура, и вот мы попадаем на вот его наградной лист. Да, вот здесь мы видим звание подполковника, когда награжден, дата подвига, да, видите, 31 января 2-3 года, то есть тогда, когда был пленен Паврус. Вот что здесь можно кликнуть? Первая страница приказывали указы, за что строка на городном списке, кто еще награжден этим указом или приказом, наградной лист, и вот в этом наградном листе, собственно, излагается, за что человек был награжден, изложение подвига. Вот замечательный язык, посмотрите, ну вот генерал-фельдмаршал Паулис, Паулис тогда писали, да, не Паулис, ну тогда писали, это писало, представление штаб 64-й армии, товарищ Винокур проявил смелость, храбрость, мужество и большевистскую находчивость, да, а Винокур, подполковник, он был замполит бригадой. Замполит бригадой, и, значит, вот узнав, что генерал-фельдмаршал Паулис и его штаб находятся в здании Центрального универмага, он в ужасоченном бою с немцами добился полного их окружения. Вот это, говоря неакадемическим языком, полная брехня. Никого там ужасоченного боя не было, они наткнулись, значит, на немцев, которые искали кому бы сдаться, да, ну, положено на городной лист, это особая, бумага особого жанра, это всю боевую технику, пулеметы, пушки, минометы и так далее навел на это здание. Не было там никаких ни пушек, ни пулеметов, ни минометов. Там был, это самое Винокур и несколько его сопровождающих людей. А сам лично пренебрегая явной опасностью, что правда, он один пошел, ну, еще там с ним было один-два человека, пошел в логово этих самых немцев, и когда он зашел, он просто обалдел, были там сотни немцев, и которые могли с ним делать все что угодно. Значит, ворвался в здание, бесцеремонно потребовал генерал-фельдмаршала Паулеса словить оружие и немедленно отдастся в плен. Так? Значит, ну, они были с мужчиной таким дерзким поступком товарища Винокура и были вынуждены приступить к переговорам о даче в плен. Вот таким образом и его представили звание Героя Советского Союза, между прочим. Они каждый день генерал-фельдмаршала в плен берут. Ну, награду, видите, снизили до ордена Ленина, но тоже неплохо. Надо сказать, что некоторые еврейские историки, наверное, обосказали обмара, потому что он еврей. Не поэтому. Почему-то за Сталинград довольно скупо награждали участников его обороны. Например, генерал Чайков, командующий 2-й армии, вынесший главный удар немецкий в Сталинграде, и Чайков сидел там в 100 метрах от Волги, да, и там чуть ли не в 300 метрах от противника, то ему Героя тоже не присвоил там. В общем, в общем, как-то, как-то обидели. Почему-то были награждены прежде всего те, кто участвовал в контрнаступлении в обороне. В общем, не то чтобы особенно сильно. Но на этом фоне Орден Ленина вполне себе прилично. Вот таким образом мы узнаем о подвиге человека. Теперь, вот раньше масса фантазий можно прочитать в этих самых, было в разного рода книгах о том или о другом человеке. Сейчас вы можете набрать фамилию, имя, отчество, иногда уточняющие данные, получить достоверные сведения. Что еще важно? Важно понимать, что что такое наградной лист? Так, тут у нас все есть, я не помню. этого, к сожалению, подробно нет. Так, Значит, смотрите, на городном листе указывались анкетные данные о человеке, как всегда, в Советском Союзе. Год рождения, национальность, партийность, участие в гражданской войне, служил или не служил в белых армиях, такой был интересный пункт, был ли ранен, чем ранее награжден. Это такой гигантский биографический справочник, по сути дела. И вот там вы можете, если вас интересует тот или иной человек, вы легко можете получить там сведения о нем. Сразу хочу сказать, что к наградным листам нужно осторожно относиться к их содержанию. В каком плане? Что иногда они описывают достаточно достоверно то, что происходило. Но очень часто, ну, скажем так, несколько преувеличивают. Почему? Потому что с целью этого представления к награде было не оставить для историков материал, постоверный, а добиться награждения человеку. И там нередко столько немцев человек там уничтожал, сколько их вообще в природе не было. Вот. И так далее. Поэтому там нужно аккуратно относиться к источнику, но тем не менее они какую-то основу дают. В этот случай с Винокуровым я вам показал. Безусловно, все изложено. Самое главное то, что Паулюс был захвачен и Винокуровым там сыграл важную, решающую роль, можно сказать. Но вот видите, ожесточенный бой, там еще что-то в таком духе, это уже все дополнительные какие-то моменты, чтобы это было убедительно, выглядело убедительно. Что это такое? Пришел, поговорил и убедил капитулировать. Там вообще была очень интересная история, когда Винокур туда зашел, он же был подполковник, этот чин невысокий, по их понятию, и благо, что на полушубке у него не было никаких погон, ничего, но погоны поплавили, в Красной Армии, ни у кого практически не было, и от него потребовали полномочий. А переговоры вел не Паулюс, он вообще такую избрал позицию, что я ушел в отставку, и ни в чем не участвую, чтобы избежать такой ситуации, что впервые в истории немецкий фельдмаршал сдается. И вел переговоры генерала Роскин от имени Паулюса, как бы, и он сказал Винокуру, что произвели генералы и так далее. И когда от Винокура потребовали предъявить какие-то полномочия, Винокур сказал, он нашелся, что вот вы не говорите, что вы Роскин, откуда я знаю, что вы Роскин, откуда я знаю, что вы генерал, только с ваших слов. Да, я же от вас ничего не требую, ну и чего от меня хотите. Я уполномочен, хотя он никем не был уполномочен, а условия сдачи, ну вот условия те, которые в ультиматуме написаны. В общем, так и договорились в конце концов, и это был такой переломный момент, после которого немцы действительно капитулировали и прекратили огонь. Вот такая история. Кстати, хочу сказать, что вообще о существовании некогда винатура и о его подвиге, я узнал совершенно случайно, когда читал сборник устных рассказов Михаила Рома, знаменитого советского кинорежиссера, и там любопытная сцена. Никита Сергеевич Хрущев, он встречался с интеллигенцией в время отремени, это были знаменитые встречи с интеллигенцией, 62-й год, 63-й, где он там ругательски ругал интеллигентов всяких, например, Андрея Вознесенского, они такие стихи пишут, художников или еще чего-то, и давал всяческие наставления и указания. И вот вдруг, Михаил Ром тоже участвовал в этих встречах, Хрущев говорил долго, но начали поговорить, и вдруг коснулся темы антисемитизма. Надо сказать, что в 60-х годах там как-то душком этим потянуло опять, но никогда не исчезал после, в конце 40-х, но там как-то стали какие-то брошюрки выходить, в Киеве вышла гнусная какая-то брошюрка иудаизм беспрекрасный в таком духе всякими карикатурными изображениями евреев вполне в нацистском духе. И Хрущев говорит, антисемитизм нет у нас никакого антисемитизма. Вот я вам хочу сказать факт, не опубликованный, но факт, что от Павлюса в плен захватил полковник еврей. Полковник, но еврей, говорит Никит Сергеевич. там Абрамович, Рабинович, Каганович, не помню, как там его эта самая фамилия точно. Екатерина Алексеевна, подскажи, как его фамилия. Но полковник, и вот я вам говорю, факт не опубликованный, но факт. Ну, а значит, Ром сидит и думает, ну хорошо, если факт, почему он не опубликован, спрашивается. Кстати говоря, Хрущев не мог не знать Винокура лично, потому что Винокур работал, он был одним из там заведующим каким-то отделом в райкоме партии московском, как раз тогда, когда Никита был первым секретарем. Так что он его, несомненно, знал лично еще по Москве. и потом он там работал в местной промышленности после войны. Он пережил войну, все с ним было хорошо, еще там был награжден. Вернулся в Москву, работал где-то там в местной промышленности и никогда ничего такого о его подвиге не говорилось. и был мемориал музея Сталинградской битвы, там он вообще не упоминался. Только уже в постсоветское время там все как положено есть и портрет Винокура, и описание всего этого дела. И вот для иллюстрации, для своей книжки я получил то, что касается Винокура из музея Сталинградской битвы из Волгограда. Вот такая любопытная история. А так десятилетиями было очень неизвестно, кто же Пауруса захватил в плен. Вот такая занятная история и вот по ходу дела мы с вами собственно говоря поговорили об одном из тех евреев, героев войны, которые совершенно не на слуху. И не только у подавляющего большинства граждан бывшего Советского Союза, но и еврейская общественность, научное сообщество, я думаю, в общем о существовании Леонида Винокура вряд ли ведало и сейчас ведало, что был полковник, но еврей, как говорил Никита Сергеев, на самом деле подполковник, но который вы видите сыграл такую важную роль в Сталинградской битве. И вот кроме базы подвиг народа есть база еще такая синтетическая память народа, там и о подвигах, и о гибели, и обо всех наградах, и о боевом пути. Видите, условно там Климов, не условно, конкретно Климов Андрея Петровича, вот здесь перечень его наград, видите, на каждую награду можно кликнуть и увидеть наградную листь, за что она выдано, так, вплоть до того, что он пропал без вести, в общем, в конечном счете погиб, где призван, и так далее, можно увидеть скан регистрационной карточки военнослужащего, и вот сведения о потерях, видите, когда, где, прикинь, когда человек погиб, по какому адресу нужно отправить извещение о его гибели, и так далее. То есть у нас теперь в руках вот такие мощные базы данных, у нас в руках, и нам доступны, которые, в общем, позволяют нам выяснить много чего интересного. Среди прочего, кстати говоря, вот мы можем, как я уже сказал, узнать национальность военнослужащих, которая там записана в наградных листах, уточнить. И трудно рассказать, с одной стороны, мы обнаруживаем массу приписок, когда в евреи там записывали вообще всех, у кого фамилия звучала похоже на еврейскую, рассказать, что во многих этих перешнях еврейского героизма и так далее, там в евреи записаны белорусы, украинцы, немцы, даже там, и, в общем, люди, не имевшие, хорошие люди, достойные, но не имевшие к еврейскому никакого отношения. С другой стороны, иногда выясняется, что человек с абсолютно славянской фамилией оказывается еврей. Я был совершенно поражен, когда я занимался историей народного ополчения в Москве, командиром дивизии, третьей дивизии московской народного ополчения, потом она была, дивизия московских рабочих, она получила потом общеармейский номер, был вот из генштаба присланный из академии полковник Тарасюк. Ну, в последнюю очередь я бы подумал, что Тарасюк может быть еврей. Оказалось, что вполне себе еврей, имя его настоящее, когда еврейские имена это было переходное поколение, и у многих сохранялись еврейские имена на перерождение, нерасифицированное. Иногда, кстати, в наградных листах и документах можно встретить разные имена у одного тоже человека. например, доктор был такой военный врач в Севастополе, во время оборудования Севастополя, я, может быть, о нем еще скажу вместо слов, Соломон Мармерштейн. Я никак не мог его найти в наградных листах, хотя вроде кардинам представили и так далее. Выяснилось, что его имя при рождении по документам Саул, почему он он решил, видимо, что Соломон как-то благород или, не знаю, привычный, и он стал называться Соломоном, хотя по документам он Саул. Так, полковник Тарасюх оказался такой не очень хорошо звучащий по-русски, сруй. Потом это стали переделать в Израиль. Вот погиб в 42-м году, кстати говоря. И там очень часто люди с фамилией Александров, Орлов и так далее, адмирал Орлов конкретно, оказываются евреи. И это все у них эти русские фамилии появляются как-то исторически сложилось или псевдоним стал фамилией. Они совершенно не стесняются того, что они евреи, никто не скрывает, у них везде это в документах написано. Но по фамилии вы бы никогда их не идентифицировали. Поэтому это такая любопытная история. Если у меня будет время и дойдут руки, я проведу ревизию перечни тех же еврейских генералов и всех прочих героев и надо посмотреть, кто из них на самом деле еврей, а кто пропущен. Просто потому, что никому в голову не приходилось в документы этого человека. Вот. Так, ну вот можно на памяти народа посмотреть боевые путь части и так далее. Вот это мемориал, о котором я вам говорил, сайт ОБД, общедоступный банк документов мемориал, опять-таки не спутайте его с обществом мемориал, которое занимается историей репрессии, реабилитации, правозащитной деятельностью. Это сайт Министерства обороны. И здесь вот видите, тоже можно ввести фамилии, имя, отчество, год рождения, если по фамилиям не находится человек, уточнить звание, можно, если известно, и найти человека. Если ничего не известно, кроме фамилии, имени, или фамилии, имя, отчество, выскочит много людей с одинаковыми фамилиями и именами отчества, надо просто просматривать все десятки, иногда сотни фамилий, чтобы найти нужного вам человека, но это вполне себе возможно. Вот таким образом у нас сейчас в руках вот такие инструменты, и я вам просто рекомендую, если что-то конкретное, человек вас интересует, или конкретная воинская часть, например, где служил например кто-то из ваших предков, родственников, или какой-то ваш герой, о котором вы что-то хотите узнать, то это можно сейчас установить, не отходя от компьютера. Так, что еще важно, Минобороны теперь активнейший вот сайт Минобороны стал теперь просто очень информативным. Я говорю не о современных каких-то проблемах, я говорю об истории. Вот видите, на сайте именно Министерства обороны они оказались такими мудрыми, что они стали помещать на свой сайт тут вам и память народа и подвиг народа все эти базы кавалера родинов славы там основные сражения и прочее вы можете там кликнуть и получить доступ к этой информации и к тем или иным по поводу тех или иных событий военного времени чаще всего это связано с юбилеями обороны Москвы и взятие Берлина освобождение Варшавы еще чего-то так они часто выкладывают разного рода документы разного рода документы вот директивы какие-то того времени рассекречивают чаще всего эти рассекреченные документы мало чего добавляют потому что мы и так знаем какие-то детали иногда довольно существенные бывают так вот и чаще всего это происходит нередко точнее это происходит с какими-то спорами о прошлом войнами памяти и всякого рода скандалом вот один из этих скандалов оказался чрезвычайно интересным и полезным для истории я имею ввиду это вот было уже получается 6 лет тому назад заявление польского министра иностранных дел даже с хитин о том что когда был день памяти холокоста обычно связанный с чем с датой освобождения Освенцима Аушвицца Красной Армии так польский министр иностранных дел заявил что Освенцим освободили украинцы на самом деле это нечего к России приматываться к этому делу я думаю что скорее всего его ввело заблуждение то что это была 60-я армия 1-го украинского фронта и как известно эти фронты назывались 4 украинские 3 белорусские назывались не по национальности конечно военнослужащих а по географии на чьи территории эти фронты действовали когда они уже вступили на территорию Польши или Германии или Румынии или Чемпионской Ловакии то все равно они уже сохраняли эти номера так и наименование Украины и Минобороны а надо сказать что сведения я уже говорил об этом о национальном составе Красной Армии были засекречены оперативно просекретила сведения о списочном вы видите на экране нанесении списочной численности военнослужащих по социально-демографическим признакам 60-й армии 1-го Украинского фронта на 1 января 45-го года то есть почти на момент освобождения Освенца и публиковали подлинные документы в том числе офицерский весь личный состав по национальностям это был первый случай такого рода и вот посмотрите чрезвычайно интересная история ну конечно тут вот численность всего всего личного состава и отдельно офицеров верхняя офицерская и нижняя весь личный состав украинцев и русских ну почти поровну русских немножко больше ну понятно русские самый многочисленный народ Советского Союза так и в плане участия конечно русские с огромным перевесом преобладали над остальными народами почему почти поровну почему украинцев так много потому что когда уже освобождалась Украина от оккупации началось в 43-м году и в 44-м году она была окончательно то людей призывали они же не призывались в армию все эти годы они были на территории теперь их призывали в армию как бы отложенный призыв получился и украинцев стало гораздо больше и вполне себе имел право говорить польский министр что украинцев освобождали освенцам но разумеется не исключительно украинцев освобождали вот эта армия которую ходили люди самых разных национальных посмотрите сколько вот их было смотрите значит есть кто угодно включая китайцев 39 национальностей и 40 это уже остальные но меня конечно интересовали евреи ну не конечно а среди прочего меня интересовали евреи и посмотрите здесь мы видим поразительную картину вот что что вас здесь что вас здесь удивляет скажите меня пожалуйста или не удивляет вот 14 графа евреи хорошо вам видно да ничего не удивляет удивляет сказала Вика может быть кто-то в чат напишет чтобы я не была оригинальной не ну скажите да значит количество офицеров конечно совершенно нереальная цифра вы посмотрите офицеров среди евреев больше половины совершенно фантастическая цифра весь личный состав 1073 офицеров 546 я вам хочу доложить рядовых так называемых больше половины это сержанты и сержанты да сравните например с представителями наиболее многочисленной национальности какая доля офицеров среди русских или украинцев или белорусов да среди евреев свыше половины всех военнослужащих этой армии это офицеры возникает вопрос это только в этой армии такой феномен или это общее явление судя по тем данным которые у нас сейчас есть а я говорил или не говорил по-моему говорил да что национальный состав Красной армии был рассекречен только во второй половине 2017 года и появились уже первые публикации военных историков на эту тему то по моим оценкам то что я вижу по численности евреи действительно на протяжении всей войны составляли от 40 но свыше 40 на самом деле до половины и более офицерского состава ну среди евреев да около свыше 40 это точно я говорю так потому что на каждый данный момент колебало численно но в целом ближе или выше чем половина всех евреев были офицеры но с одной стороны неудивительно все-таки евреи были самой образованной нацией Советского Союза и относительно в абсолютных цифрах я вам уже говорил что евреев с высшим образованием было в абсолютных цифрах больше чем украинцев и 7,5 раз больше чем белорусов например а если брать относительно то евреи были с огромным отрывом от остальных народов и по численности людей с высшим образованием и со средним что предполагало их отправку военное училище военной академии для подготовки к экспертному злу и так оно и было на самом деле вот такие прелюбопытнейшие данные можно найти и кто бы мог подумать вот на сайте министерства обороны в связи с в общем-то с такой очередным эпизодом войн памяти ну здесь на сайте можно найти если говорить об общей истории войны вот здесь доступна 12-томная история войны подготовленная сотрудникам института военной истории при генштабе и министерстве обороны она в общем содержит немало важных сведений статистики и так далее но в целом конечно с моей точки зрения это немножко такое как говорят аутдейтед произведение в том плане что очень многое повторяется и переписывается еще из советских многотомных изданий хотя тут есть и существенные изменения многие вещи просто не обсуждаются даже некоторые так очень аккуратно но тем не менее есть такая штука и здесь есть между прочим военно-историческая библиотека тут какие-то можно книжки посмотреть книги памяти справочник по терминологии и прочее в общем вполне себе полезная штука и говоря о доступных архивных материалах вот посмотрите это уже сайт это сайт архив просархива просархива российского так сказать ведомства министерства называлась архивная российской федерации есть между прочим есть кое-что напрямую относящиеся к истории евреев это материалы чрезвычайно государственной комиссии проследуют злодеяниями фашистских захватчиков ну не все конечно кое-что то есть это о холокосте седьмое ленинградское исполнение между прочим дирижировал Карл Элиасберг еврей эмигрант из Германии так ну и много чего другого но это уже не относится непосредственно к теме истории евреев во время войны но любопытнейший материал размещена справка доклад главного военного прокурора Афанасьева 28 Панфилов расследование 48 года которое показало что вся эта история была сочинена журналистом и пропагандистом на самом деле ничего этого сказать не было ну и вот есть такой замечательный сайт такой любительский пиратский даже некорректно рекомендовать милитера военная литература огромное количество здесь размещено исследований документов мемуаров и так далее вот значит вопросы какие есть ко мне потому что я рассказал нет вопрос хорошо значит еще речь о том я говорил в каких войсках служили евреи коротко бегло да и какие были вот такие выдающиеся еврейские военные деятели еврейского происхождения то что мы видим по генералитету еврейскому что отражает пирамиду и по некоторым справочникам которые доступны которые рассекречены в том числе так были ведомственные здания разные военные 60-е годы в начале 60-х которые были для служебного пользования военные кадры советского государства советская авиация в годы войны там потом был специальный такой справочный огромный по политработникам и так далее но что мы видим если брать вот этих высший офицерский состав офицерский состав бывает между прочим высший старший там младший да высший это генералитет старший это от майора до полковника младше это лейтенанты значит это общевойсковые генералы это артиллерия танковые войска медицина но цепом ключи технические войска и прочее и это отражает общую ситуацию до степени общую ситуацию среди ну самые высокопоставленные евреев военной иерархии был конечно Лев Мехлис Лев Мехлис фигура чрезвычайно интересная недавно вышла уже двумя изданиями биография Мехлиса написала военный историк Юрий Рубцов который с одной стороны отмечает его конечно энергию личную храбрость волевые качества и прочее с другой стороны это был человек крайне жестокий подозрительный и одна из его главных качеств это преданность Сталину Мехлис был еще комиссаром вообще он был членом партии полицион не больше не меньше и вообще люди принадлежавшие такого рода партии они обычно не выживали 30-е годы не обязательно к еврейским а вообще к мухобуржуарным партиям так и вот эта колоссальная чистка большой террор 37-го года в том числе был направлен на если не на истребление то на изоляцию исключения и прочее всех людей которые так-то были связаны с тем-то таким что было не большевистским или даже антибольшевистским Мехлис был член полицион потом он примкнул большевикам комиссаром после гражданской войны а потом был худо-бедно помощником Сталина и заведующим его секретариатом одно время и он его назначал на ключевые посты безусловно ему доверял назначал на ключевые посты в частности Мехлис был редактором газеты Правда несколько лет 30-е годы то есть это колоссальная позиция в партийной Иране а в конце 1937 года Сталина он назначил начальником главного политического управления Красной Армии и Мехлис был одним из организаторов репрессии Красной Армии там до Мехлиса был многие годы был главпура Ян Гомарник настоящий имя его Яков да одно время он был первый секретарь ЦК партии Белоруссии одно время а потом бросили на армию и вот под угрозой неминуемого ареста когда вы видите уже написали что он связан с врагами народа Гомарник покончил с собой по смерти судьи потом там были промежуточные фигуры потом Мехлиса назначил Сталина Мехлис был организатором репрессий правда он же когда уже стало понятно что это просто дезорганизацию Красной Армии он уже выхватывает после армии Сталин назначил я говорю Сталин назначил потому что де-факто конечно лично Сталин все решил назначил наркомом государственного контроля то есть очень важный пост конечно в Советском государстве да и в любом другом и заместителем представителя Совета Народных Комиссаров вообще в 41 году была уникальная ситуация когда трое евреев занимали должности заместителя главы Советского Правительства Кроме Мехлис это был Лазарь Казахстанович самый высокопоставленный за все времена советских еврейского происхождения после уже в 30-30-е до этого Троцкий Троцкий и Зиновьев Каменем и те которые были на самом верху партийной иерархии при Сталине это был Казахстанович и Розалия Землячка самая высокопоставленная женщина вообще в советской иерархии до всего времени существования Советского Союза вплоть до его конца высшей землячки никто в СССР никогда не забирался и настоящая фамилия Золкин тоже ЧК работала и была комиссаром и такая была жёсткая мягко говоря но вот как-то она многих старых большевиков большевичек которая пережила все эти чистки и пользовалась доверием Сталину Сталин вернул мех леса зновь его назначил на должность начальника главного политического управления назывался он сначала главным управлением политической пропагандой потом стала называться главным политическим управлением Красной армией 21 июня 41 года он назначил его назначить после вот и это симптоматично очень ну то есть с одной стороны Сталин до последнего не верил что будет война если ему как-то избежать и как-то там все-таки уговорить Гитлера что ему не нужно воевать и прочее с другой стороны в общем видимость таки чувствовал что дело плохо и назначил доверенное лицо на это должность то есть Мехлик был главный комиссар Красная ну и он играл такую очень двойственную роль да его многие годы изображали исключительно только с негативной стороны и действительно например когда очень быстро прилет катастрофа западного фронта что привело впоследствии к тому что зло отпущения назначили командующего фронтом до этого командующего Белорусским военным округом Дмитрия Павлова и других высших офицеров округа фронта то именно Мехлица отправили их арестов руководить арестом так сказать предателю кавычках пришлось расслабиться за общее состояние Красной Армии и за то что Сталин до последнего не верил начала войны и они не получили однозначной команды привезти в войска боевую готовность так с другой стороны Мехлиц там пытался навести какой-то порядок потому что был полный хаос и паника конечно никто не ожидал такого страшного удара никто предположить не мог какой мощный удар будет нанесен и где все просчитались по всему думали что удар будет нанесен на юго-западе на Украину там же ресурс там богатство а Беларусь я вроде так считал это не представляющий особый интерес от учредения ресурсов и прочее а немцы нанесли удар как раз на западе по кратчайшему пути на москву на москву Беларусь вот и там был радиозный котлы пленных погибших очень страшная была картина так потом мехлиса отправили под Ленинград из истории и там обычно джуков там поехал наводить порядок помогать растерявшемуся Ворошилову что правда тоже но там был еще и Мехлис который сыграл тоже очень важную роль и очень позитив затем Мехлиса отправили в Крым а там была такая да значит немцы довольно быстро захватили Крым 11 армия немецкая прокомандация Монштейна блокировали Севастополь ну все и вот декабрь 41 года немцы штурмуют Севастополь и в общем понятно что они его скорее всего возьмут в это время Красный внезапно совершенно высаживает десант была только у немцев была только одна дивизия и начинается массированная высадка высадка войск советских в Крыму с тем чтобы разгромить немецкие войска со временем и деблокировать Севастополь и Мехлис и там была группировка численностью 250 тысяч человек но Мехлис присущий ему манере он подмял под себя командующего и говорил что что это вы готовитесь к обороне нужно готовиться к наступлению при этом он как бы понимал что не очень качественные войска это были в основном дивизии скомплектованные из уроженцев Захавказия так не очень хорошо готовы Мехлис постоянно требовал пришлите славян потом требовал заменить командование не такое командование даже Сталин ему дал телеграмму что выходить из Генгенбурга командующего германской армией в Первую мировую который спас Восточный фронт по наступлению в четырнадцатом году Генгенбурга у нас нет написал Сталин Мехлис ну и конца это катастрофа катастрофой значит вообще у Сталина была идея наступать по нескольким направлениям вот немцев разбили под Москвой они уже не те и мы начнем наступать на Ржев в ближнем подмосковье в дальнем подмосковье начнем наступать на Харьков и в Крыму вот были по крайней мере три намеченные удара простопыренными пальцами немцы были еще очень сильны Красная Армия еще была далеко не оправилась впоследствии сорок первого года там и так далее и это культура с катастрофой в Крыму разгромили Красную Армию из 250 тысяч 176 тысяч было потеряно безвозвратные потери то есть погибшие или пленные вот и Мехлис дал Сталину телеграмму что мы должны быть прокляты советским народом вот ну и когда он явился так сказать в Москву то Сталин сказал что будьте у прокляты и вышел из кабинета ну другого после этой катастрофы наверное поставили к стенке но Мехлиса всего-навсего всего-навсего сняли должность главного комиссара Красной Армии и понизили в звании на две ступени из армейского комиссара первого ранга то есть генерала армии это высший воинский чин Красной Армии который тогда-либо был еврейского происхождения его понизили до корпусного комиссара что был эквивалентный генерал-лейтенант но немилость прошла в середине несколько месяцев и Сталин продолжал посылать Мехлиса в качестве специального представителя вставки членов военного совета то есть такого надзирающего от Москвы еще на 10 фронтов до конца войны ну и к концу войны Мехлиса повысили до генерала-полковника вот он был награжден высшими полковническими орденами ну кроме ордена победы да это уже для маршала командующих фронта ордена Суворова первой степени полковника Тузова первой степени там еще раз тысячи орденов и после войны его вернули на должность должности министра госконтроля уже был советминистром а потом он вошел еще и в президиум советского правительства ну из строя его ввел в суд как бы закончить уже с Мехлисом эта фигура незаурядная да и он умер за три недели до смерти своего хозяина вот представьте себе в стране бушует антисемистская кампания дело врачей это же февраль 53-го года и в это время Мехлиса прах Мехлиса торжественно мне кажется опять это случилось что у нас сегодня не очень удачный с точки зрения технического обеспечения день пока можно кстати подумать над вопросами написать их в чате пока у нас есть время для этого до сих пор я Продолжение следует... 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 и военачальников, то их спрашивали не только о том, что они сделали во время войны, их расспрашивали и о том, об их детстве, об их предшествующем пути, то есть пытались понять, что это за люди. И Крейзер рассказывал, что он вообще сын Кантониста, что его внук Кантониста, прошу прощения, что его дед был Фельдсейбль императорской армии, получил право жительства, в Воронеже Петер, в Воронеже родился. А отец его держал там лавочку по торговле, подержанной одеждой, что создавало ему большие проблемы в будущем, потому что он еврей, некоторые там думали, например, а потому что он сын торговца, это была такая черная метка, это был член партии, и он нахожусь, почему он вообще пошел в Раф-Марн. Когда казаки, белые, конница Мамонтова, захватила Воронеж, как он сам говорит, что его кто-то из казаков огрел плеткой, за то, что он не вполне ариец, за то, что он еврей, там же не устраивали еврейские погромы белые. И Крейзер вступил в Красную Армию, когда ему было 16 лет, скрыл, что ему 16, приписал себе год, пошел в техотную школу, и всю жизнь прослужил в Красной Армии. С ступеньки на ступеньку медленно перебирает, вот из-за этого своего мелкобуржуазного происхождения. И к началу войны он был полковник, он большую часть прослужил в 1-й московской пролетарской дивизии, это образцовая была дивизия Красной Армии. Интересно, что в 11-й ее, те, кто там служил, уже в конце 20-го века давал там интервью, где дивизия была образцовая, там служили только славяне и евреи, образцовое пролетарство. То есть он считал, что там настоящие большевики, а другие там еще подозрители. И Крейзеру потом дали какую-то дивизию захудалую, он вывел ее в передовые, и потом назначили командиром его родной дивизии, вернее, переназывалась 1-я московская мотострелковая. Ее перебросили и марш, совершили такой марш, уже 24 июня вышли из Москвы и отправились под Оршу и Борису. Но у них были грузовики, танки, дивизии была удивительная по тем временам история, у них было 225 танков, включая новейшие Т-34, что было полностью признат для немцев. И Крейзер 12 дней, они держали подвижную оборону, и немцев, в особенности 2 дня, они сдерживали наступление 18-й танковой дивизии вермахтов. Крейзера потом ранили, дивизия, конечно, понесла огромные потери, его эвакуировали в Москву самолетом, и ему первому из старших офицеров Красной Армии, и вообще из всех пехотных офицеров, прислали звание Герой Советского Союза. Очеред несколько дней звание генерал-майора 7-го августа. И он был просто знаменитостным. И потом назначили командующим армией, замкомандующим армией, но все-таки между армией и дивизией, между дивизией и армией гигантская разница, он так поначалу не очень там у него получалось, а потом как-то он уже подучился, и вот с 43-го года командовал 51-й армией, с которой я закончил войну в Германии. И потом армия крейзера штурмом взяла Мелитополь, это была такая, мало кто об этом знает, это была крепость, город крепость. Это был ключ к Крыму, через Мелитополь проходила единственная нитка железной дороги туда и так далее, и немцы там, как сказал крейзер, это был Сталинград наоборот. 11 дней шли уличные бои в городе, и вот они взяли этот самый Мелитополь, но огромных потерь, конечно. Это малоизвестная, но чрезвычайно интересная операция. И потом они форсировали, прорвали оборону немцев на перешейке, это уже апрель 44-го года, подошли к Севастополю, 5 мая начался штурм, там не только была 51-я армия, но она начала головной удар. И они 7 мая за один день взяли штурмом господствующую высоту Сапун-гора. Вот если вы бывали в Севастополе в какое-либо время, то там это знаменитая диорама, штурм Сапун-горы, это вот как раз армия крейзера, так и 7-го они взяли штурмом гору, к 4-м часам дня 9 мая 44-го года Севастополь был освобожден. Так, но прейзер за это получил орден Суворова первой степени, доступный ему полководческий орден, высший орден победы, но это только командующий фронтами. И вот далее очень успешно командовал армией, он уже был генерал-векинар, сразу после войны ему присвоили генерал-полковника, и потом крейзер служил в армии, ну у него были какие-то приятельские отношения с Брежневым, где-то там сложились на каком-то этапе еще, но и без всякого Брежнева, и до Брежнева он стал генералом армии, командовал округами военными, и уже ближе туда к пенсии был назначен начальником высших эпицерских курсов выстрелов в Москве. Ну это такая уже синякура. И вообще-то по традиции там крейзер проложил дорогу, потом начальником этих курсов был Давид Драгунский, генерал-полковник, самый главный еврейский военный герой, дважды герой Советского Союза за время войны. И крейзер был членом президиума еврейского антифернского комитета. Так что вот такая была выдающаяся личность, и вот его интервью чрезвычайно интересные, очень живые такие, особенно первое. Третье интервью такое сугубо уже генеральское. Один пол туда, другой пол сюда, рассказывают уже о ходе боевых действий. Вот, но у нас еще остается тут не так много времени, поэтому я на этом на сегодня, наверное, остановлюсь. А там какие вопросы есть у меня по сегодняшней лекции? Ну, если можно, у меня, как обычно, вопрос по историографии. Скажите, пожалуйста, какие есть подробные систематические исследования по материалам этих интервью? И есть ли исследования, которым привлекались не только историки? Ну, мне как социологу это особенно интересно, потому что я слышу интервью, и сразу включается ассоциация. Понятно. Значит, то, что касается вот этих интервью, уже довольно большая литература существует на эту тему. Ну, обзор исследований, это написал ваш покорный слуга, называет, ну, это вышло по-английски, взрывная критика. Если вы читаете по-английски, то, значит, вот критика, по-моему, ну, у меня под рукой просто этого нет, значит, вы можете зайти на сайт Высшей школы экономики, зайти на мою страничку, там перечень моих публикаций, то, что мы размещаем в выгодательном порядке, там этот номер найти, там называется это Harvard Project in Reverse, то есть Гарвардский проект на выборах. Ну, как бы по аналогии с Гарвардским проектом по советской социальной системе, когда интервью брали у ДП, у перемещенных лиц, а здесь наоборот, у героев, как бы, войны. И там есть обзор этих исследований. Значит, было публиковано несколько уже томов, вышло, где публикуются эти интервью со вступительными статьями и комментариями. Самая известная – это Сталинградская битва, подготовленная Йохином Хельбеком, это вышло в Москве в издательстве нового литературного обозрения. Так, ну, Хельбеку особенно в этом плане доверять не следует, его комментариям, интерпретации, с моей точки зрения, но это уже другой вопрос наш. Споры с Варикой между собой. Материал, конечно, очень интересный. Потом, значит, был том Покрышкина и Покрышкинцы, я не уверен, как он точно называется, Марчуков его составил, такой Андрей Марчуков. Вот интервью с Александром Покрышкиным и с его летчиками. Так, и потом еще есть, только что вышел том, большой том об освобождении Крыма в 44-м году. Вот эти интервью там записаны. Там, кстати, есть интервью Крейзера, ну, несколько евреев там фигурируют, ну, интервью Крейзера не самое интересное в данном случае. Там есть любопытное интервью Каца, Михаил Каца, полковника он был, начальник штаба артиллерии 2-й гвардейской армии. Там просто любопытно, самое интересное, возможно, это о его жизненном пути. В парень из города Гомеля, сын пекаря, где было семеро детей. Кем он только, куда такой его не посылал, комсомол, да? Толкал хост, что-то там организовать, потом артиллерийскую школу, но в итоге он закончил войну командиром артиллерийской бригады. Так что вот такие публикации, это не единственные публикации, ну, и в журнале «Российская история» готовится, в принципе, специальный номер, который будет посвящен публикациям, потом году должен выйти. И последнее, эти материалы хранятся в университете «Российской истории» и «Академия наук». Значит, надо, надо, можно туда зайти, на сайт института, можно туда зайти, на сайт института, и посмотреть. Там есть и перечень, каталог, что есть в архиве, и ссылки на публикации. Так что вот, такой еще раз. Большое спасибо, Катя нашла вашу статью в «Критике». Это первый номер за 18 год. Да, спасибо. Кому-то слушали, будет тоже. Теперь я знаю, да. Это я знаю, но не помню просто. Спасибо большое. Еще какие-то вопросы есть? Еще у нас есть вопросы с чата. Во время 20-го съезда и критики культа личности Старина. Упоминалась ли роль Мехлиса в организации репрессий и прочие негативные моменты? Ну, на 20-м съезде, я не припомню, честно говоря, что Мехлис как-то специально упоминался. Так, там речь шла. Ну, ступная культа личности, там, бречь шла только в закрытом докладе Кущева. Там о Мехлисе, насколько помню, еще не было. Там... И еще какие-то вопросы. Он просто не особенно там упоминался. Так, ну что, коллеги, если вопросов больше нет, то у нас... Да, надо понимать, что Гомарник – это не только жертва, а вполне себе активный участник всяких безобразий, которые были в то время. И то, что касается коллективизации, то, что касается репрессий, и вполне себе до того, что за ним, что называется, пришли, но еще не дошли, когда он покончил с собой, то он вполне себе выступал с разными разоблачительными речами и так далее. Поэтому это такая история очень амбивалентная, я бы сказал. Потому что нам не нужно творить себе кумиров, и в то время между жертвой и палачом иногда не было никакой дистанции. Один человек был тем, а другим. Ну, Гомарник не был, скажем, самых злостных, но он вполне себе служил по полу. Так, значит, в следующий раз мы поговорим, у нас уже последняя, я понимаю, да, последняя лекция, но мы говорим уже о каком-то личном опыте людей на войне, поговорим о женщинах на войне, куда же без них. так, и на этой же неупреждающей ноте вот наш мини-цикл закончен. Так что до встречи в следующее воскресенье. Большое спасибо. Хорошего дня, да, хорошего дня, и будьте здоровы. И вы будьте здоровы. Всего доброго, до воскресенья. Всего доброго. Ага, тут просят о продлении, мы обсудим этот вопрос. Хорошо обсудят, да. Счастливо. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания.